На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Паводок 2018. Суперразлива не наблюдается, но количество подтоплений продолжает расти. Вывозили сырье тоннами. Милиция раскрыла крупную мошенническую схему похищению минеральных удобрений. Чудом избежали пожара. Пока специалисты выясняют причину аварии в электросети, жильцы многоквартирного дома сдают в ремонт сгоревшую технику. Экспертиза на страже порядка о том, как было раскрыто дело о черных риэлторах, репортаж Алексея Немкевича. Об оснащении и современных методах исследований поговорим с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иваном Сысой. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Правоохранители вскрыли крупную аферу похищению продукции в сфере сельского хозяйства под подозрением заместитель председателя частного предприятия Калинковического района, а также его сын, менеджер транспортной компании. 10 апреля сотрудники милиции остановили на трассе М-10 под Калинковичами две фуры. Накладные на груз вызвали сомнения в подлинности. Проверив товар, милиционеры обнаружили в прицепах 80 тонн минеральных удобрений на сумму в 20 тысяч рублей. Оказалось, водители и их транспортное средство были вовлечены в отлаженный механизм хищения товаром материальных ценностей. Сырье закупалось не без участия должностных лиц, прямыми обязанностями которых было обеспечение минеральными удобрениями сельхозпредприятий Гомельской области. Другими словами, госсырье просто воровали, документы подделывали, а выгоду извлекали все участники преступного сговора. Фуры и внедорожник, находящиеся в пользовании директора агрофирмы, арестованы, как ряд фигурантов этого уголовного дела. В Житковическом районе лоб в лоб столкнулись две фуры. Авария произошла поздно ночью на автодороге Гомель-Кобрин. По предварительной информации, водитель грузовика «ДАФ» выехал навстречу и столкнулся с грузовиком «Скания». Один из водителей погиб, другой доставлен в больницу. Заглянул на огонек в корме. Спасатель в нерабочее время вынес на руках соседа из горящего дома. Инцидент произошел накануне вечером. Увидев дым, мужчина не медлил ни минуты и ворвался в жилище. Позже подразделения МЧС, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий. Неосторожное обращение с огнем при курении. 122 человека, в том числе 23, ребенка эвакуировали в Гомеле при пожаре в общежитии. Людей вывели из здания еще до приезда спасателей пожарных. И сделал это вахтер, который быстро сориентировался в ситуации. К месту вызова незамедлительно выехали спасатели. Они обнаружили возгорание на восьмом этаже девятиэтажного здания. Горели постельные принадлежности, в результате чего сильно пострадали стены. По одной из версий, инцидент спровоцировала непогашенная сигарета. Ребенок и главный пассажир в Гомельской области стартовала профилактическая акция, призванная напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних. С начала года на дорогах области с участием детей было совершено 6 ДТП. В ближайшую неделю пристальное внимание сотрудников ГАИ будет уделяться наличию в авто, детских удерживающих устройств и других средств. Причем они должны соответствовать весу и росту пассажира. Правилами предусмотрено обязательное использование специальных приспособлений для безопасной перевозки детей до 12 лет. В случае игнорирования данного требования водителю платят штраф в размере до четырех базовых величин за повторное нарушение в течение года до восьми. Поводковая ситуация в Гомельской области опасений не вызывает. Такую информацию дает пресс-служба МЧС. По последним данным в результате разлива реки водоемов на территории области потоплены 12 участков дорог, 142 подворья, 18 подвалов жилых домов и 71 хозпостройка. Работники МЧС круглосуточно мониторят оперативную обстановку. Нынешней весной в зоне подтоплений находятся населенные пункты Кармянского, Петриковского, Мозорского, Тобрушского, Рогачевского, Чечерского и Ветковского районов. Кроме того, по причине интенсивного таяния снега под водой оказались несколько населенных пунктов в неизменных местах Житковического и Петриковского районов. ГАИ ищет очевидцев, которые могут помочь установить личность водителя, скрывшегося с места преступления. ДТП произошло в субботу, 14 апреля. В восьмом часу утра Мазда 6 двигалась по улице Кирова со стороны Рогачевской в направлении Новополеской. В районе дома номер 46 водитель не уступил пешеходу дорогу, который в момент включения зеленого сигнала светофора начал перебегать в проезжую часть. 17-летний юноша угодил под колеса иномарки и спустя время был доставлен в больницу. Аварийный режим работы электросети чуть не стал причиной целой череды пожаров в одном из домов на улице Советской областного центра. Трагедии удалось избежать только потому, что в квартирах находились люди. Они вовремя смогли потушить технику, воспламенившуюся из-за резкого увеличения напряжения в сети. У жильцов перегорели компьютеры, телевизоры и другие электроприборы. Подробнее о ЧП в нашем следующем материале. Супруга позвонила, искрение в сетевых фильтрах, приборы техника, задымление в квартире. Быстренько выключили автоматы. К сожалению, пока проверить, какая именно техника пострадала, возможности нету, но это происходило во всей квартире. В квартире этого молодого человека одновременно вышла из строя практически вся техника, включенная в розетки. Список большой и едва умещается на страницу от холодильника и посудомоечной машины до различного вида оргтехники и робота-пылесоса. Но хозяева рады и такому исходу. Все, к счастью, живы и квартира осталась практически невредима. Смотрела телевизор, ну у нас телевизора нет по компьютеру. Начало что-то такое коротить, ну как будто свет заело. Я в прихожую, там не работает полностью охрана. То есть она вырубилась и такой треск жесткий. Естественно, прихожу сюда, здесь тоже очень большой треск. Я выключила сразу же фильтр моментально. Пока я подошла на кухню, чтобы выключить свет, там вверху взорвался у нас трансформатор. Здесь загорелся фильтр внизу, в комнате прям с огнем. Фильтр взорвался прям с таким жестким взрывом. И, естественно, сразу же позвонила мужу, чтобы выключить везде свет. Но это страшно, конечно. То, что во время скачка напряжения все жильцы подъезда находились в квартирах, можно назвать счастливой случайностью. Будь по-другому, пожара было бы не избежать. Черное пятно на обоих квартире на первом этаже яркое тому подтверждение. По словам хозяйки, в момент аварии в электросетях из системного блока ее компьютера сначала пошел дым, а затем вырвались языки пламени. В данном случае произошло отгорание нуля, в связи с чем происходит по одной из ненагруженных фаз максимальное повышение напряжения, то есть где-то до 380 вольт в среднем. Из-за этого происходит переграние техники. Неисправность в электросети выявили достаточно быстро. Свет появился в квартирах в тот же вечер. Вот только на ремонт сгоревших электроприборов времени понадобится значительно больше. На сегодняшний день 4 квартиры обратились с тем, что у них пострадала оргтехника в квартирах. Это произошло в субботу вечером. Произошло отгорание нуля. Те подобные случаи, значит, у нас застрахованы, значит, в компании. При подтверждении документов владельцами, значит, оргтехники с ремонтных мастерских, эта сумма будет возвращена за счет страховой компании. ЧП в работе электросетей не такая уж и редкость для жителей областного центра. В августе 2000 года в микрорайоне Селимаш пострадали жильцы 72 квартир, рядом стоящих многоэтажных домов. Произошло два пожара. К возгораниям привело короткое замыкание, вызванное резким перепадом напряжения в сети. В десятках квартир была выведена из строя бытовая техника. Потерпевшие указывали на то, что за несколько минут до ЧП на трансформаторной подстанции велись работы. Специалисты предприятия пытались подключить к подстанции новый кабель. Даже если следовать этому простому правилу, отключить абсолютно все электрические приборы не представляется возможным. Холодильники и морозильники, которые есть практически в каждой квартире, запитаны от розетки постоянно. Но техническая возможность перестраховаться от подобных случаев все же есть, считают специалисты. Для защиты от подобных ситуаций существует реле контроля напряжения, которое можно дополнительно установить. Либо, уходя из квартиры, лучше всего доставать все вилки из розеток. Как решится вопрос в произошедшем доме на улице Советской, покажет время. Жильцы уже подали обращение в ЖКХ. Люди готовы дойти до суда. Очередное громкое уголовное дело рассматривается в Гомельском суде. Речь идет о махинациях с квартирами и десятках тысяч долларов. Обвиняемые о свою вину отрицают. Однако среди неопровержимых улик поддельные документы. Отмечу, что заключение эксперта в таких делах это, как правило, бесспорное доказательство. Подробности нашумевшего преступления в материале Алексея Немкевича. Они находили квартиры тех, кто умер и не имел наследников. Искали хозяев, злоупотребляющих спиртным и выходили на людей, которые имели задолженности по уплате коммунальных. В Гомеле продолжается суд над черными риэлторами. По данным следствия, группа действовала почти 6 лет с 2010 по 2015 годы. Преступники под различными предлогами уговаривали людей продать свое жилье с приобретением меньшего на выгодных условиях. При этом злоумышленники свои обещания исполнять не собирались. В итоге людей оставляли без жилья и не выполняли свои договорные обязательства. Люди оставлялись на улице. Квартиры написали на своих знакомых, в том числе на, за которыми обещали вознаграждение за это, а также на малознакомых людей. За время своей в кавычках работы злоумышленники сумели провести 15 подобных афер с квартирами. Общий ущерб составил около 140 тысяч долларов. В результате нашей совместной работы с Тедственным комитетом по Гомельской области было возбуждено порядка 12 уголовных дел с квалифицирующим признаком как преступление, совершенное в составе организованной преступной группы. Оказавшись в какой-то момент без крыши над головой люди не могли вспомнить, как это с ними произошло, каким образом они лишились своих квадратных метров. К делу подключились эксперты, им пришлось давать оценку психического состояния владельцев квартир. По ряду экспертиз выносилось заключение, что у лиц определялись некоторые психические расстройства, также синдром зависимости от алкоголя. И у одного из исследуемых выносилось заключение, что он не мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела следствием психического расстройства. В случае, если наследника в квартир найти не удавалось, то для сделок купли-продажи черные риэлторы подделывали нотариальные документы. Чтобы это доказать, снова потребовалась помощь экспертов. Нам в ходе расследования уголовного дела проверялись доверенности, а именно установление подлинности подписей и отисков печати. В результате проведенных исследований было установлено, что подписи выполнены не владельцами квартир, а отиски печати были нанесены не печатями нотариальной конторы, а с использованием компировально-множительной техники. В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признают. И здесь, как нельзя кстати, те доказательства, которые удалось добыть криминалистам. Ведь с фактами спорить трудно. Только за прошлый год судэксперты региона приняли участие в 14,5 тысячах осмотров мест происшествия и провели свыше 48 тысяч различных экспертиз и исследований. В последнее время большое количество дел по гражданскому судопроизводству, касаемо идеи способности, а также сделка способности, которая назначается как по суду, так и граждане обращаются по собственному желанию для оценки своего состояния перед планируемой им сделкой. То есть обращаются не только правоохранители, но и обычные люди. Среди наиболее популярных запросов баллистические и генетические экспертизы в последнем случае чаще всего таким образом пытаются установить отцовство. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто». Расследование любого уголовного отдела сегодня невозможно представить без проведения государственной экспертизы. Специалисты комитета проводят более 30 наименований различных видов экспертиз – криминалистических, медицинских, технических, специальных и других. На качественный современный уровень сегодня вышли и профессионализм экспертов и оснащение. О роли таких исследований в правоохранительной системе и жизни общества мы поговорим с начальником управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иваном Сысой. Иван Степанович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Разрешите поздравить сотрудников управления, но и вас лично, с пятилетием со дня образования органов Государственного комитета судебных экспертиз. Спасибо огромное. И для начала первый вопрос. Сегодня это самая молодая республиканская структура среди правоохранительной системы. Какие задачи призваны сегодня решать Госкомитет судебных экспертиз? Да, действительно, это самая молодая структура в государстве. Я бы сказал, она уникальна. Она связала экспертов восьми ведомств. И на постсоветском пространстве такой организации нигде нет. Поэтому мы горды тем, что мы впервые создали такую систему. Главой государства в 2013 году было принято своевременное и правильное, единственное верное решение. Сегодня эксперты Госкомитета нашей области работают на высоком профессиональном уровне. Основными задачами, поставленными председателем Государственного комитета перед нами, является это первое – сроки и качество проведения экспертиз. Ни для кого не секрет, что до 2013 года по некоторым видам экспертиз сроки доходили до года, а то и полутора лет. Сегодня мы эту задачу полностью решили. Наши экспертизы проводятся, 99% из них проводятся в срок до 30 суток, а исследования – до 15 суток. Благодаря чему это стало возможным? Это расширение штата экспертов. Малочисленный был состав до 2013 года. Причем уникальность нашей работы состояла еще и в том, что мы не расширяли штатов внутри комитета, внутри управления. А за счет внутренних резервов, эффективности работы, перераспределения должностей, мы ввели дополнительно в Гомельской области более 30 экспертов. Это первая задача. Второй фактор, который повлиял – это улучшение материально-технической базы. На 2013 год нам досталось наследство такое, что более 80% техники было в плачевном состоянии, изношенное, ее не хватало. Один из ярких примеров этому может служить покупка таких дорогостоящих аппаратов, как хроматомаспектрометры, которые позволяют исследовать любой вид наркотиков и в течение часа выдавать результаты. Так вот, в Гомеле он был один такой аппарат, и во многих областях его вообще не было. Он был только в центральном аппарате. Сегодня мы с гордостью говорим, что в Гомельской области три таких аппарата, причем один из них в Мозере. В государстве создана трехуровневая система производства экспертиз, начиная с больших районных центров, там, где он обслуживает определенную территорию, и в самих областных центрах везде есть аппараты. У нас их в области два, а в Мозере еще один. Насколько я знаю, это очень дорогостоящий вид оборудования. Да, это дорогостоящий вид оборудования, это американская техника, значит, ну она высокоэффективно работает, практически в круглосуточном режиме. Какие виды экспертиз помогают проводить вот непосредственно данное оборудование? Это содержание наркотиков в сухих смесях. Причем я скажу, что в этом году планируется, от решения коллеги Государственного комитета нам будет поставлен еще один аналогичный аппарат, только он будет исследовать наркотики в биологических следах человека. Это так называемая мокрая смесь, и мы будем выявлять наркотики и там. Чтобы более, ну, для себя правильно уявить и понять, насколько это поможет в раскрытии преступлений данной направленности? При изъятии сотрудниками органов внутренних дел наркотика или предполагаемого наркотика, задержания предполагаемого преступника, без нашей экспертизы они не могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Настолько это важно, потому что при задержании в пакетике еще в каких-то местах либо порошок, либо какая-то растительная смесь, что это? Никто не может ответить, кроме нас. Мы исследуем эти изъятые образцы, и если там содержится наркотик, мы в течение часа сообщаем об этом правоохранителям, они решают вопросы возбуждения уголовного дела, и дальше уже работают по возбужденному уголовному делу. К наиболее популярным видам экспертиз, которыми занимаются ваши специалисты, какие можно отнести? Наиболее популярные, конечно же, дактилоскопия, трассология, автотехнические экспертизы, специальные, о которых я говорил, это исследования наркотических средств, технические виды экспертиз, это исследования радиоэлектронных устройств, компьютеров, бытовых приборов, набирают обороты популярностью у правоохранителей и товароведческая экспертиза. Ну и другие, генетика в том числе. Почему? Потому что в настоящее время техника позволяет выявлять следы в малочисленных объектах, там исчисляется, ну, будем так говорить, чуть ли не просто дыхание человека, когда остаются капельки либо слюны или каких-то других биологических следов, то мы можем выявить ДНК и потом идентифицировать, его установить, кому оно принадлежит. Кстати, насчет выявления ДНК. Насколько мне известно, такие виды экспертиз помогают в раскрытии преступлений давних лет. Совершенно верно. И на сегодня это очень актуально и востребовано у наших правоохранителей. Дело в том, что в прошлом году центральным аппаратом Госкомитета нам поставлена задача о расширении базы данных ДНК. Были введены свыше 100 тысяч образцов ДНК, которые еще не были в базе, но хранились у нас. Мы эту работу выполнили. И сегодня, естественно, имея такую широкую базу и технические возможности, мы исследуем повторно те вещественные доказательства, которые были изъяты, особенно по особо опасным преступлениям, таким, как убийство, изнасилование, разбой. И это дает результат. То есть улика говорит сама о себе все с помощью наших экспертов и той технической оснащенности, которую мы имеем. Достаточно сказать, что в Гомельской области в этом году раскрыто, насколько я знаю, как минимум два таких преступления. Одно 22-летней давности, одно 10-летней давности. Это говорит о том, что и правоохранительная система работает постоянно над этими делами. Это, чтобы у людей не сложилось мнение, не забрасываются дела, не пылятся на полках. На сегодняшний день создана совместная группа совместно со Следственным комитетом, УВД, Гомельского областполкома и нашим управлением. И мы усердно работаем, исследуя вещественные доказательства по убийствам прошлых лет. Я думаю, это даст положительные результаты. И, как я уже говорил, уже два факта таких имеются. Что касается проведения генетических экспертиз на установление отсутствия, как часто обращаются к вам люди? Довольно-таки часто обращаются. Этот вид экспертиз востребован, причем для граждан, юридических лиц. Мы на платной основе делаем эти исследования. Они довольно-таки эффективны. Люди решают свои социальные вопросы и обращаются. Вот вы говорили еще про товароведческие экспертизы. Это, скажем так, набирает популярность данных видов исследований. Почему? Для квалификации действий обвиняемых, подозреваемых необходима сумма похищенного. Зачастую товары, которые похищают преступники, требуют оценки. Профессиональную оценку стоимость того или иного товара дают наши эксперты. Поэтому, конечно, востребовано, почему? Потому что квалифицированный признак преступления для граждан, это две базовые величины, не менее двух базовых величин, должен быть ущерб для привлечения к уголовной ответственности. В другом случае наступает административная ответственность. Поэтому, конечно, для правоохранителей очень важны основания для возбуждения уголовного дела, одним из признаков которых является тот ущерб, который необходим для привлечения к уголовной ответственности. Очень часто ущерб нужно также установить в автотехнической экспертизе, а также провести соответствие ВИН номеров. Вот по этому виду исследований проводится экспертиза в комитете? Естественно. Значит, внедрен такой вид экспертизы, как автотовароведческая. То есть, наши эксперты могут оценить автомобиль на момент, либо когда он похищен, либо в других случаях. В том числе, люди могут обратиться, и мы на платной основе проведем такую экспертизу при сделках купли-продажи. Значит, одновременно мы можем произвести исследование ВИН номеров, так называемых. То есть, удостовериться человек может с помощью наших специалистов, то поддельно эти номера или нет. Собрана эта автомашина из нескольких, что зачастую бывает. Либо нет. Особенно касается дорогих иномарок. Совершенно верно. Мы можем и технически оснащены, и наше управление подключено к международной базе данных по ВИН номерам. Мы успешно выполняем эти виды экспертиз. Иван Степанович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Остается пожелать вашему ведомству развития и совершенствования во всех направлениях. Спасибо вам того же. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В городе Балашиха в Московской области сгорел рейсовый автобус. Огромный столб черного дыма поднимался в небо над населенным пунктом. По словам очевидца, там, на Леоновском шоссе, загорелся именно рейсовый автобус. Также свидетель возгорания сообщил, что в течение 10 минут на месте ЧП не было ни одной единицы пожарной техники, о пострадавших не сообщается. Понадеялся на русский авось и встрял по полной программе. В Крылатском фура застряла под ограничителем высоты специальным бетонным пролетом над трассой. Судя по всему, водитель хотел проскочить, но не получилось. Зато получилось набрать сотни лайков на странице видеохостинга. Огненная авария по-китайски. Камера наблюдения в одном из городов Поднебесной запечатлела на видео столкновение мотоцикла и грузовика на довольно оживленном перекрестке. Байкер врезался в тягач таким образом, что тот сразу загорелся. Пламя перекинулось на мотоциклиста. Он выскочил из седла, но отчаянно в проезжей части, пока самостоятельно не сбил огонь с одежды. А там и подоспела помощь. Прохожие помогли байкеру отойти подальше от места пожара. Грозный торнадо заставил понервничать жителей Флориды. Внезапно он сформировался над землей в жилом районе на фоне грозового фронта. Потом пошел по воде, как будто прямо на автора ролика. По пути он все же свернул в сторону и оказался снова на суше. Гигантская воронка вращалась с огромной скоростью и выглядела устрашающе. Однако серьезного ущерба, как сообщается, не спровоцировала. А это Тюмень. Поток воды из-за испытания трубопровода поднялся выше десятиэтажных домов. Фонтан из воды и пыли был более получаса, пока аварийные службы его не перекрыли. Никто не пострадал. И напоследок трогательное видео из Казахстана. Там вызволили из ловушки котенка, который застрял в отверстии бетонной плиты. Из нее торчала лишь одна голова. Каким образом хвостатый страдалец вообще смог туда забраться непонятно. Но рассуждать об этом спасателям было некогда. Плиту раскололи. Сначала вытянули наружу передние лапы измученного животного, а затем вытащили его полностью. Действовали максимально аккуратно, поэтому усатый отделался только испугом. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествия Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова